смотрите какая красота вечер тишина у нас обычно велосипеды скучают тихо тихо детки отдыхают наконец-то наступило такое время когда я могу одна посидеть время 12 час ночи в 11 часов легли детки отдыхать малыши немножко пораньше но подростки в 11 выключили телевизор и начали укладываться я сходила приняла ванну и довольно я так долго ждала это время пока наступит что я могу вечерами сейчас вот еще там у меня за спиной палатка там виноград будет весь у нас же очень много винограда и виноград весь озеленится веточки так красиво будут висеть я очень жду это время и интересно сегодня сейчас же выходные 11 дней выходных потом будут каникулы но я как самая ненормальная многодетная мама я жду каникул я каждую неделю что выходных когда дети никуда не пойдут это дети будут дома я очень люблю выходные люблю когда дети дома но не секрет что каждая мама сталкивается с таким с затроганностью с чрезмерным вниманием мама получает чрезмерное внимание каждая мама но так как у меня 11 детей даже тот которому 19 лет он тоже сюда причисляется чрезмерное влияние внимание детей мама я не жалуюсь нет вы знаете это прекрасно я без этого не хочу жить не но бывают такие моменты вот сажусь к мужу в машину это было года два назад года три назад сажусь к мужу в машину у него музыка мама песня я говорю выключи песню и не могу слышать это слово да у каждой мамы такое бывает главное как к этому подходить как с этим научиться жить что именно я для себя выявила что самое главное одно из самых главных правил мама должна научиться отдыхать до вечером не получается вечера на детки лягут спать вроде бы надо ложиться а так хочется себе посвятить время просто полежать нога на ногу если не надо что-то варить и делать а просто залипнуть на чем-то телевизор я не смотрю вообще если я смотрю телевизор все мои окружающие знают мы вообще ничего никто вот дети подростковой комнате смотрят малыши только мультики там а в нашей вот в гостиной где еще третий телевизор его тоже никто не включает фактически у нас два компьютера дома ноутбук они тоже не востребована но вот у всех телефоны и вот даже вечером по зависать залипнуть над чем-то просто порой даже муж мне говорит световой ложится спать до щас это щас вроде бы света планировала лечь спать в рабочий день вместе с детками в 10 в пол 11 до щас 00 30 на 20 а то и час два и вот это как раз очень плохо сказывается на эмоциональном состоянии мамы очень важно маме надо научиться отдыхать несмотря ни на что 20 минут выделить себе время поспать поспать прям все дела оставить лечь и отдохнуть очень важно научиться уединяться вот уехать куда-то она не получается к примеру еще несколько лет назад муж одно время увидел что я нахожусь в таком напряжении и он сказал давай я тебя отправлю куда-нибудь отдохнуть как раз у него по моему отпуск был у этого я куда-нибудь отправлю ты поедешь а я с детками побуду давай и прям так давил на меня как сейчас прям возьму тебе билет на самолет на поезд там и жили полону ты еще еще и хочешь я дружу со свекровью хочешь езжай к родителям хочешь куда хочешь куда давай я тебе сейчас обтавлю но представьте до оставить мужа надолго с детьми естественно я не решилась это сделать я как знаешь давай я просто в комнате закроюсь вот сутки дайте мне сутки один день вы мне ничего вы не захотите туда я возьму себе фрукты у меня есть телевизор если мне надо бы и я просто тупо полежу но на этом мы и договорились ну когда настало время мне полежать утром допустим я сказал 8 утра меня не трогать муж решил что мне нужно что-то включить по телевизор так и лежу на кровати он заходит в комнату начинает включать телевизор что-то настраивать что-то искать мне что же я могу посмотреть тут забежала снежана в комнату решила что мне тоже что-то надо уже так точно не помню ну что-то принесла мне тут прибежала анюта тут зашел ульяна и я поняла что мой отдых накрылся медленным тазиком что я не смогу отдохнуть но очень важно не ждать пока у мамы выберется сутки отдохнуть и не ждать вот-вот-вот подойдет время я на два дня уеду я на пол дня уеду не надо ждать дорогие мамы надо каждый день выбирать 20 минут ложится и отдыхать да к сожалению я тоже не могу себе позволить такую роскошь но позволяю каждый день не могу порой опять же вот есть время допустим выходной день вроде бы и наваренные настряпана никуда собирать никого не надо малышей спать положил на солнце взрослые ушли своим делом занимается муж специально тебя оставил чтоб ты отдохнула нет глаза вот такие телефоне или еще что-то не обязательно я не играю в игры нет я читаю какую полезную информацию допустим я занимаюсь наращиванием ногтей я что-то по ногтям смотрю я смотрю еще что-то то есть муж рецепт какой-то вот прям вот печь то буду через месяц а вот сейчас срочно посмотреть надо сейчас и вот всегда вот первое правило какое я для себя взяла не ждать когда наступит день два три когда я смогу отдыхать отдыхать сегодня 20 минут но можно конечно и больше кто сможет найти такую роскошь но 20 минут позволить себе отдыхать от этого зависит добрая мама доброе лицо добрые глаза улыбчивая мама как у меня анюта говорит нежная мама от этих 20 минут зависит общее состояние вашей семьи но лично моей семьи от этого зависит то есть очень важно не пренебрегать отдыхом также очень важно иметь такие штучки какие-нибудь баловать себя но чем я себя балую как бы я частенько в заначке имею немножко орешек но люблю я орешки дети едят конфеты каждый день и не по одной штучке я не кушаю конфеты с ним орешки люблю и вот я всегда чуть-чуть не всегда но очень часто потом конечно дети их и вытаскивают и папа и дети если расчухать в принципе они все знают где они лежат вы сами знаете что ваши дети тоже знают где чего лежит они все знают где это лежит но если я вдруг предложу то все конечно искусы то есть иметь какую-нибудь штучку заначки которые вот именно радует ваше сердце может быть почитать книгу и погрызть орешки может быть посмотреть фильм любимый у меня иногда бывает отдохнуть чтобы вот именно посмотреть фильм посмотреть фильм пусть я его за раз даже не посмотрю посмотреть фильм и что-нибудь погрызть то есть финики орешки то есть обязательно что-то иметь в заначке и тогда каникулы детские пройдут с радостью тогда все выходные мы не будем думать скорее бы нас выпустили из садика в садик или в школу мы будем с радостью находиться с детками дома но вот такой информации я хотела с вами поделиться мне кажется мне кажется это очень ценная информация и полезная информация если мама будет делать из себя доброе лицо добрую маму то ведь от нас от женщин от мам зависит все состояние дома ну вот на такой нотке хотела бы я сегодня вам сказать до свидания спасибо что уделили мне несколько минут внимания выслушали меня не очень приятно что вы пишите комментарии ставьте лайки пишите не очень мне важно когда вы пишите комментарии мне очень интересно читать ваши комментарии я очень дорожу отношениями с вами спасибо но у меня ночь где-то люди уже просыпаются поэтому всем хорошего настроения кто ложится спать спокойной ночи кто просыпается доброе утро я сама с дальнего востока с комсомольска на амуре и у нас разница там живет моя сестра у нас разница 7 часов во времени то есть когда у нас время час первый час часто семейная группа есть там сестра моей я ее дочки и очень часто оксана присылает доброе утро почти каждый день когда я на телефон посылает приз получаю доброе утро я мужу ивана всегда говорю ну вот пришел знак мне пора ложиться спать оксана просыпается ну все счастливо до свидания